Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хабаки Вилли. И сегодня я вам расскажу 20 интересных фактов о дополнении жизни на острове. Усаживайтесь поудобнее, ну а я начинаю. Факт номер один. Симы смогут лежать на воде на спине, спать, плыть в определенное место, плавать в определенном месте, а также загорать лежа на воде. Но если на улице облачно, то опция загорать будет недоступна. Факт номер два. Симы, которые подружились с дельфинами, смогут их покормить за два симолеона, а также поболтать, попросить, чтобы дельфин брызнул на них струйкой воды, обрызгать водой дельфина, погладить, попросить исполнить трюк, поцеловать, станцевать, почесать брюшко дельфину, а также поиграть в мячик. Факт номер три. Будет одна карьера защитника природы, о которой уже говорилось ранее. В прошлых выпусках интересных фактов. И три работы с частной занятостью. Рыбак, инструктор по дайвингу и спасатель. Факт номер четыре. Защитник природы должен будет помогать собирать мусор на острове и брать пробу воды. Карьерные задания можно будет исполнять по всему острову, но больше всего заданий будет находиться в районе Меопалм. В этом районе расположены развалены корабля, водопад и пещера. Весь мусор будет находиться в районе прибрежной зоны. Факт номер пять. По мере очищения острова он будет становиться более ярким и красивым. Появится больше бабочек и новых растений. Факт номер шесть. Симы смогут сгореть на солнце. Перед тем, как они получат солнечный ожог, появится мудлет дискомфорта. Это можно предотвратить, воспользовавшись кремом от загара. Мудлет появится приблизительно через четыре часа нахождения под солнцем, без солнцезащитного лосьона. Факт номер семь. На шезлонгах можно будет заграть как в купальнике, так и полностью обнаженным. Факт номер восемь. Можно будет нырять с аквалангом и фотографировать морских жителей. Подводного мира не будет, но для того, чтобы нырнуть с аквалангом, нужно приобрести его за 2500 симолеонов, а для фотографирования фотоаппарат за 1000 симолеонов. Факт номер девять. Симы смогут бродить в воде, там где мелко. При этом, когда симы выходят из воды, они идут с усилием, точно так же, как это было в Sims 2 и в Sims 3. Факт номер десять. Когда симы идут по песку, они оставляют на нем следы, точно такие же, как и при ходьбе по снегу. Факт номер одиннадцать. Очень странный факт, но как бы без него никуда. Да, купаясь в океанах, ваши персонажи смогут утонуть. Это абсолютно логично, так как персонажи наконец-таки зашли в воду. Ну и нужно разработчикам придумать новый вид смерти. Я ставлю на то, что анимация, как сим будет тонуть в океане, будет точно такой же, как сим тонет в бассейне. Зачем придумывать что-то новое, когда можно использовать уже существующую анимацию? Факт номер двенадцать. Новых фитнеса усовершенствовали, и теперь на его прокачивание влияет и плавание в океане, и работа спасателем. Чем больше навык фитнеса у вашего персонажа, тем лучше он будет плавать, и вероятность того, что он утонет, снизится. Факт номер тринадцать. На острове не будет зимы, но будут тропические ливни, точно такие же, как есть в Сильвадораде. Факт номер четырнадцать. Совместно с дополнением «Жизнь на острове» в игру приходит новое растение кава, из которого ваши персонажи смогут готовить специальный напиток и устраивать кава-вечеринки. Факт номер пятнадцать. На яхте, которые придут с дополнением «Жизнь на острове», можно будет загорать, сидеть, а также ловить рыбу. Факт номер шестнадцать. У домов на сваях есть пирс, с которого можно будет прыгать в воду, но только остается одно «но». Можно ли будет построить этот дом на сваях самостоятельно, или же эти сваи будут уже предоставлены в игре, как площадка для строительства. Факт номер семнадцать. Гласит о том, что на надувных матрасах можно будет загорать, плескаться, прыгать, а также наносить лосьон от загара. Факт номер восемнадцать. У симов могут появиться следы от одежды, если они сгорят на солнце не в купальнике. Например, в футболке или в платье. Но, по словам Симгуру, такой эффект будет достигаться только в одежде, которая придумана разработчиками. В одежде из доп. контента такого свойства не будет. Факт номер девятнадцать. На острове будет жилый лот, прямо возле вулкана. Скорее всего, у этого лота будет черта характера «вулканическая активность». Но без этого никуда. Но будет круто посмотреть на то, как куски лав будут падать прямиком на ваш участок. Ух, я уже в предвкушении этого дополнения. И факт номер двадцать. В игре появятся новые татуировки, которые вы можете заметить на персонажах в трейлере. Татуировки будут как большие, так и маленькие. На всё плечо, на всю ногу, а также в виде маленького браслета. Ну а на сегодня это все факты, которые есть по дополнению «Жизнь на острове». Совсем скоро в Америке спадает эмбарго на посетителей выставки EA Play. А это означает, что придёт ещё куча новых интересных фактов. Вы не забудьте подписаться на канал, дабы не пропустить все эти интересные факты. А также вступайте в нашу группу ВКонтакте. Там будет очень много скриншотов и видеообзоров от американских блогеров. Вот. Ну а с вами был Сергей, это канал Хабагивили. Всех люблю и всем пока-пока, мои хорошие. Увидимся уже совсем скоро в новых видео и в новых трансляциях. Всех люблю и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!